Меня зовут Максим, я сотрудник Росбанка. Я с Антоном Михайловичем. Я слышу вас. Антон Михайлович, для вас в настоящее время от нашего банка сформировано персональное предложение по кредитованию наличными. Банку предлагают в случае необходимости рассмотреть сумму от 50 000 до 1,5 млн. рублей на срок от этого года до 5 лет. С возможностью выбора удобной даты платежа на специальных выгодных условиях. Скажите, пожалуйста, вам сначала рассказать о выгодных условиях данного персонального предложения, либо о процентах ставки, можно более подробнее поговорить? Не о сумме больше хочется поговорить. Сумма, вас какая интересует? 25 млн. долларов. Ну, к сожалению, в настоящее время мы занимаемся кредитованием физических лиц только в рублях. И, соответственно, для физических лиц у нас кредитование идет только от 50 000 до 3 млн. рублей. Ну, нужно 25 млн. долларов. Ну, если вы непосредственно говорите о столь крупной сумме, я вас могу соединить с юридическим отделом, если вы являетесь, честно говоря, владельцем бизнесом или данным предпринимателем. И, возможно, получается, банку предоставят данную сумму в качестве уже юридического лица? Нет, я физическое лицо, меня интересует сумма 25 млн. долларов. Ну, к сожалению, в настоящее время наш банк не занимается, честно, именно им подобными кредитованиями. Собственно, поэтому могу вам предложить именно рассмотреть только подобную сумму, о которой я вам озвучил ранее. Меньше не интересует. Интересует сумма 25 млн. долларов. Можно 50 млн. долларов? Понятно. А, ну, возможно, у вас просто есть какие-то более приземлённые непосредственно цели и планы? Нет, как раз у меня возвышенные цели. Я собираюсь улететь от вас на Луну и оттуда вот ссать на вас на всех. Это у вас приземлённые. Вы выйдете по Земле, а я с Луны буду на вас ссать. Представляете? Ну, я вам, собственно, позвоню, чтобы поговорить о серьёзных вещах, а вы... Я абсолютно серьёзно. 25 млн. долларов – это сумма, которая меня интересует. А копейки ваши, они мне интересны. Эти копейки я и сам заработаю без вас. Ну, то есть я так понимаю, что, честно, не более каких-то конструктивных диалогов у нас с вами не получится. У нас конструктивный диалог. Это у вас началась деструкция, когда вы поняли, что сумму, которую я хочу, вы не можете мне позволить. Ну, просто по условиям непосредственно как раз-таки. Я вам сказал, что наш банк может максимум, что вам предоставить, это максимальная сумма для физического лица – 3 млн. рублей по условиям. Ну, 3 млн. рублей я и без вас спокойно в год зарабатываю. Угу. Отлично. Хорошо. В таком случае тогда данную информацию я зафиксирую, но в любом случае предложение для вас оставим. Если вы всё-таки передумаете, можете обращаться либо по номеру телефона горячей линии, либо уже прям напрямую в отделение банка с паспортом. 25 млн. долларов меньше даже не интересует. Даже за 1 млн. отрывать не буду за меньшие деньги. Ну, возможно, непосредственно, когда-либо в дальнейшем будущем мы как раз-таки начнём бы давать деньги хотя бы в валюте в плане кредитования наличной. Я согласен с переводом, как говорится, на рубли. Не вопрос. Но сумма должна быть кратной 25 млн. долларов. Она может быть кратной. То есть, их может быть 2 таких суммы, 3 таких суммы, 4. В рублях, в тугриках, я не знаю, в японских йенах. Я на всё согласен. Но сумма должна быть равной или кратной 25 млн. долларов. Ну, возможно, в обозримом будущем. Может быть. В настоящее время, к сожалению, банк не может позволить. Просто я рассчитал, 7 млн. долларов стоит отправиться на Луну. Сейчас есть рейсы. Вот. Плюс мне нужно на раскрутку какую-то небольшую сумму для того, чтобы мне туда потом люди с земли про питание отправляли. Вот. А я буду оттуда смеяться над вами, над вашими приставами и коллекторскими агентствами, рассказывая, какие вы идиоты в прямом эфире. Так что 25 млн. долларов меньше меня даже не интересует. Если вы готовы спонсировать такой проект, где ваш банк будут унижать, оскорблять, это очень хорошая будет реклама для вашего банка. Ну, к сожалению, мы являемся финансовым банком, занимаясь финансовой структурой, а не благотворительным фондом. А это не благотворительность. Реклама бесплатной не бывает. Это не благотворительность. Нет, это как раз это называется партнерские взаимоотношения. Мне кажется, в настоящее время для банка и так есть возможность ограничения рекламных ресурсов как на территории Российской Федерации, так и на территории Единственного Зая и границами. На Украину позвоните. Там как раз денег нет. Предложите им. Ну, что касается, получается, уже остальных государств, там, собственно, есть другие филиалы, которые этим занимаются. Я говорю, позвоните на Украину. Сейчас мы говорим про территорию Российской Федерации. Про территорию Российской Федерации, я говорю, здесь люди пошли слишком умные и хотят 25 млн. долларов. Ну, это, конечно, вывести человек, насколько он сам сейчас все считает умным, но это, конечно, уже... А меньше смысла нет? Понимаете, меньше сумму я и сам заработаю за всю свою жизнь. Нужна сумма больше, чем я смогу заработать за всю свою жизнь. Для того, чтобы мне это было выгодно. Самое главное не сколько, непосредственно, заработать. Самое главное взять сумму, ту, которую можно будет отдать. Если вы возьмете сумму большую, чем сможете заработать за всю свою жизнь, вы можете гарантированно вообще даже не переживать, что вы не отдадите эту сумму. Потому что больше с вас все равно не вычтут. Вы больше за всю свою жизнь не заработаете. Поэтому сумму нужно брать именно ту, которая больше, чем вы сможете за всю свою жизнь заработать. Значительно. Ну, вы же не однажды. И что? Долго что развестись? Имущество переписывается заранее все и все. Этот ход очень простой. Вы чего? Оформляется работа сантехником за 13-14 тысяч рублей. И вы с этих 13-14 тысяч рублей получите максимум 30 процентов. Любым судом. Все. Вам нужно думать, масштабнее мыслить. Бросайте эту работу, берите кредит больше, чем вы сможете за всю свою жизнь заработать. И спокойно катайтесь, как сыром в масле. Оформляйте все на родственников и отдыхайте. С вас эти деньги все равно не смогут забрать. А вы сидите, обзваниваете людей за 25 тысяч рублей в месяц. Оно вам надо. Займитесь делом. Прекратите заниматься фигней. Надо научиться грабить банки, а не работать на вас. Я вам рекомендую, вот я реально, как это самое, гражданин Российской Федерации, как лицо заинтересованное в том, чтобы у вас все было хорошо, я вам рекомендую. Бросайте эту работу, берите нормальный кредит, устраивайтесь на один мрот, оформляйте этот кредит весь в товары и продукты, которые вы скидываете на родственников. И все. С ваших родственников забрать ничего не смогут, потому что брали деньги вы. И наслаждайтесь жизнью. Даже если вы 2 миллиона долларов сейчас возьмете, вы 2 миллиона долларов никогда в жизни не заработаете. В жизни разные ситуации бывают. Вот смотрите, берем пример. Взять ипотеку, например, 5 миллионов. Я беру на 25 лет, да? Сейчас. Так. И выплачиваю ежемесячно. В результате из этих 5 миллионов я отдам банку минимум 7,5. Ну это, это математика, это простая, это простая математика, никакой там процентной ставки не считайте, меньше 7 миллионов никто с вами возиться не будет. То есть вы переплачиваете больше половины того, что вы взяли. Теперь берем другой пример. 25 лет вы будете горбатиться в рабстве. Теперь берем другой пример. Вы берете сейчас эти 3 миллиона, 5 миллионов ворвите в банки. Вам дадут за это 3 года. И через 3 года вы ничего не должны. А миллионы вы спокойно откапываете у себя и все. Вот это реальный бизнес, это реальная тема. А то, что вы предлагаете, вот эти вот услуги ростовщиков, ну вы реально, вы просто помогаете богатым наживаться на бедных. Потому что руководитель вашего банка, он очень богатый человек. Если бы он был бедный и помогал богатым, да, другое дело. А он у вас очень богатый, он помогает бедным стать еще беднее. Мыслите реально. Вот смотрите, если срок за 5 миллионов, срок 3 года, то почему выплачивать его надо 25 лет? Подумайте, разница, да? То вы просто взяли там эти 5 миллионов, украли, 3 года отсидели и вышли. Вы даже если с этих 5 миллионов 500 тысяч отдадите в тюрьму, вы будете нормально себя там чувствовать на протяжении этих 3 лет. А теперь берем пример другой. Вы берете эти 5 миллионов в банке, вас увольняют с работы, вам начинают звонить всякие корректоры или рефлекторы и прочие, муточень, и мотать нервы. А оно вам надо, и это происходит на протяжении 25 лет. И вы мучаетесь, вы боитесь, что вы потеряете работу, что вы не станете неслатежеспособным, что у вас отнимут квартиру и так далее. Это все, понимаете, оно не доставляет никакой радости в жизни. Вы просто сами себя затягиваете в кабалу. Вот скажите честно, у вас есть кредит? У меня нет. Нет. А почему? Если вы говорите, что это очень выгодно и прикольно, почему вы не возьмете кредит? Ну, я не говорил о том, что это выгодно. Просто в настоящее время непосредственно каждый живет по своим потребностям. Правильно. И человек должен жить в меру своих возможностей по своим потребностям. Нельзя жить по потребностям сверх меры своей возможности. Я почему вам сразу и сказал, давайте 25 миллионов долларов. Эти деньги я в жизни никогда не заработаю. Я 2 миллиона долларов за всю свою жизнь не заработаю. А 25 миллионов и подавно. Я если 25 своим родственникам отдам по миллиону долларов, я гарантированно всю свою жизнь буду жить безбедно. Они меня будут содержать. Понимаете? Это очень хорошо, что вы так доверяете родственникам. Это реально. Так я же не сказал, что все 25 меня будут содержать. Даже если один из них найдется, кто будет меня содержать, это будет гарантированно безбедная жизнь. Если 24 убегут, а один останется, это будет гарантированно жизнь безбедная. Вот в этом и фишка. Берите 25 миллионов долларов, раздайте, не имей 100 рублей, а имей 25 миллионов долларов. И вам не нужно в ближайшее время работать в больше одного мрота. Я вам даже больше скажу. Вам даже работать не придется. Вы будете числиться на работе. Просто числиться. Там будет работать за вас узбек. Он будет получать на 30 процентов меньше зарплаты. 30 процентов будет с приставами уходить в банк, в котором вы возьмете 25 миллионов. Это реальная жизнь безбедная. Вы будете шиковать и плавать на яхте. Которая будет собственная, но оформлена она будет на подставное лицо. Вот это правильный бизнес. Ну, я уверен, если бы вы жили по данным канода, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Ну, я же вам сразу не сказал, чем отличается ученик от учителя. Ученик – это который учится жить, а учитель – это который учит жить. Так вот, я учитель, я уже старый. У меня четверо детей, скоро пятый будет. Я просто учу людей жить правильно. Сам я был честным человеком до сегодняшнего дня. Вы сегодня позвонили вы мне. И я подумал, а какого хрена? Давайте 25 миллионов долларов. Давайте из 25 миллионов долларов, которые вы мне дадите в кредит, я вам пять сразу отстегну. Как только непосредственно, как я говорил ранее, у нас банк начнет заниматься непосредственно именно кредитованием в валюте и в столь крупных сумках, тогда, конечно, мы можем с вами поговорить более подробнее. А сейчас мы можем поговорить только о более приземленных вещах. Так я же вам предлагаю полететь на Луну. Зачем нам на Земле ползать? Мы улетим на Луну и оттуда будем плевать на тех, кто на Земле. Погнали, берем по 25 лямов и полетели. Вам нужно только договориться со своим руководством, чтобы они повелись на эту фишку. Ну, во-первых, это я не считаю возможным, во-вторых, я не считаю это правильным. Ну, вам сколько лет? Вот мне 40. Нет, 41 уже, извиняюсь, я ошибся, у меня день рождения был недавно. Ну, к сожалению, в связи с спецификой работы не имею права вам говорить о том, сколько мне лет и, собственно, все основные свои данные. А я не прошу ваши персональные данные, я вам говорю, вам сколько лет? Просто вопрос, сколько лет? Вот вы, вам сколько лет? 20, допустим, 25, да? Вполне, чтобы занимать рабочую должность. Вот. Вы сейчас обзваниваете, ну, грубо говоря, людей. Ваша зарплата равна вашему возрасту. Но это в рублях и это в тысячах. Это даже не в миллионах рублях. Вот представьте, у вас было бы 25 миллионов рублей в месяц зарплата. Нет, у вас такой зарплаты никогда не будет. Почему? Потому что вы занимаетесь тем, что помогаете грабить бедных. Причем вы сами живете бедную жизнь, потому что у вас маленькая зарплата. Грабить надо богатых. Не занимайтесь этой фигней, меняйте работу. А лучше возьмите хороший кредит и живите без работы. У вас это хорошо получится. Хорошо. Возможно, когда-нибудь в обозримом будущем я прислушаюсь к вашим словам. Жизнь коротка. Вы потеряете сейчас молодость, здоровье, а потом будете жалеть, что не взяли такой большой кредит молодым. Но не берите кредиты маленькие. Меньше двух миллионов долларов нет никакого смысла брать. Два миллиона это нижняя планка. Ну, просто я как реальный человек начинаю мыслить реальными. И непосредственно я понимаю, что на территории Российской Федерации ни один человек, обладающий, естественно, более-менее билым заработком, не получит кредит в валюте. Это первое. И второе, получается, более 10 или 15 миллионов рублей, также физическое лицо, не сможет оформить. Вот видите. Я вам расскажу коротенькую историю. Я живу в Орехово-Зуево. У нас тут два татарина. Заказали из Белоруссии паровоз с нефтью. Ну, или с бензином, я точно не помню. Стоимость паровоза была 2 миллиона долларов. Паровоз доехал до Орехово-Зуево и бесследно исчез. То есть его приняли и исчез он. Деньги белорусы не получили. Двоим этим ребятам говорят, паровоз верните. А они говорят, нет, мы такие деньги в жизни не заработаем. Они говорят, ну вы же сядете в тюрьму. Они говорят, мы лучше 3 года отсидим в тюрьме и будем безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Чем сейчас просто отдадим вам паровоз. Забудьте про этот паровоз. Вот так получилось кредитование физических лиц Белоруссии. Вот вам хорошая бизнес-схема. Правда, этих пацанов потом расстреляли, но их семья безбедно продолжает жить. Ну это все лирика. Сейчас вернемся к нашему с вами разговору. Я так понимаю, что именно кредитование в данном параметре 1,5 миллиона рублей вас не интересует. 1,5 миллиона рублей это меньше половины, чем я зарабатываю в год. Вы эти деньги с меня легко получите обратно. Мне нет никакого смысла брать такие маленькие деньги. Деньги нужно брать значительно выше. Выше своих возможностей, выше своих зарплат. Потому что юридически, в законодательном праве отсутствует возможность взять этих деньги обратно. Больше, чем человек зарабатывает. Поэтому надо брать больше. Нет никакого смысла брать меньше. Зачем? Я возьму сейчас 10 тысяч рублей под проценты, например, под 100% ежемесячно. И вы все равно эти деньги заберете, потому что это не проблема. Они зарабатываются. А я возьму сейчас 2 миллиона долларов. И вы эти деньги с меня никогда в жизни не возьмете, потому что я столько в жизни не заработаю. Так в этом и заключается выгодность предложения. Вы когда звоните, говорите, у нас выгодное предложение, офигенный кредит. Кредит это всегда не выгодно. Кредит может быть выгодным только в одном единственном случае. Если кредит превышает возможность заработка. Вот тогда да. Вот тогда это выгодное предложение. И начинается думать из крайности в крайность. Непосредственно есть очень много людей, которые могут с вами поспорить, которым денежные средства нужны прямо здесь и сейчас. И сумма в 50, в 100, либо хотя бы в 300 тысяч их может выручить прямо здесь и сейчас. Не бывает такого случая, когда срочно так нужны деньги, что нужно их брать. Вот не бывает такой ситуации. Ну нет такой ситуации. Срочно понадобилась квартира. Чувак, если ты возьмешь сейчас эти деньги срочно на квартиру, и потом тебе нечем будет платить, ты все равно останешься без квартиры. Только твой долг, он приумножится. Он будет минимум в два раза больше. Какой смысл? Нет никакого смысла. Предложение должно быть выгодное. Вы когда обращаетесь, вы обращаетесь со своей выгодой. Как бы дать рубль, чтобы снять два. А когда обращаетесь ко мне, я думаю о своей выгоде. Как бы вы мне дали бы два рубля, а рубль я за всю свою жизнь только заработаю. Вот это выгодное предложение. Вы мне даете больше, чем я могу заработать. Но оно выгодное для меня и не выгодное для вас. А ваше предложение выгодно для вас, но не выгодно для меня. Понимаете, в чем разница? Ваша позиция изначально засунуть клиента в невыгодное для него предложение, но выгодное для вас. А я как клиент считаю будет правильным засунуть вас в невыгодное для вас предложение, но выгодное для меня. Вот в этот момент произошел в вашей голове конъюнктивный диссонанс. Вы собирались объебать меня, а я предлагаю объебать вас. Вы знаете, что такое партнерские отношения? Вот смотрите, мы с вами собираемся открыть палатку, торговать шавермой. Вы вкладываете 25% от стоимости палатки. Я вкладываю 75%. Вот между нами с вами партнерские отношения. А когда я даю вам денег, и вы мне отдаете в полтора раза больше, это не партнерские отношения. Это называется вымогательство под видом благих намерений. Почему именно в полтора раза больше? Ведь вы даже не знаете, сколько переплатите, если возьмете ту или иную сумму денежных средств. Я все это видел много раз у людей. Я вам даже больше скажу. В своей жизни я брал кредит три раза. И все эти три раза деньги не пошли в пользу. Хотя в какой-то момент времени, мне казалось, срочно и сейчас они принесут выгоду. И все три раза деньги не пошли в пользу. Один раз там знакомому понадобилось на адвоката. И я пошел, взял там 40 тысяч рублей кредит, отдал за адвоката, а сам потом выплачивал эти деньги. И адвокат просто исчез с этими деньгами. Он даже не появился на суд. И такие были случаи. Я говорю, три раза я брал деньги в кредит. Я вам могу сказать, самое простое, это потерять чужие деньги. Потому что свои деньги потерять сложнее всего. За свои деньги вы переживаете, а за чужие нет. Кредит, он никогда не идет людям на пользу. Только во вред. Я легко отделался. Я потерял деньги. Я переплатил за эти деньги в полтора раза больше, чем взял. Ничего страшного. Я научился. Первый раз мне было мало. Я подумал, надо второй раз взять кредит. Второй раз я понял, что меня объявывают, но решил проверить еще раз. И третий раз я на 100% был уверен, что банки наживаются на нищебродах. Опять же, могу с вами не согласиться. У нас с вами довольно разное понятие. Ну, конечно. Вы готовы, если платить за свою жизнь больше, чем она стоит? Пожалуйста, платите. Вы можете уже сейчас начать отстегивать банку процент. Просто так. Просто отстегивать процент. И все. Нет в этом никакого смысла. Я вам еще раз говорю. Платить Васе за то, что он дал вам подержать деньги, нет никакого смысла. Деньги эти вашими не стали. Они обросли долгами. Но если непосредственно человек обращается в банк, значит у него и своих собственных денежных средств нет. Да нет никакого смысла обращаться в банк. Если нужны срочные деньги и сейчас, лучше нужно занимать у родственников. По крайней мере, вы родственникам отдаете без процентов. Если нет родственников, заведите друзей, которым вы сможете отдать без процентов. Не надо брать у банков деньги и отдавать больше, чем вы взяли. Родственники вас, как это называется, шантажировать, отнимать у вас жилье не будут. А банк снимет с вас последние трусы. Гарантированно он снимет с вас последние трусы. Это сто процентов. Банк наживается на нищебродах. Ему это выгодно. Если бы банк не наживался на нищебродах, он бы давно обанкротился. Потому что богатые люди, они знаете, чем отличаются от бедных? Богатые люди, они никогда не тратят деньги. А бедные люди, они тратят деньги. Вот и вся разница. Почему богатые остаются с деньгами? Потому что они деньги не тратят. У них большинство вещей происходит абсолютно бесплатно, абсолютно даром. Ну, здесь я тоже так же могу с вами немного не согласиться. В частности, именно касательно то, что богатые не тратят денежные средства. Ну и, как я и говорил, у нас просто разные с вами немного понятия касательно банковской системы и касательно общей видения в плане кредитования наличными для физлиц и для юрлиц, ну и так далее. Просто вы видите свою ситуацию по одному, непосредственно я вижу данную ситуацию по-другому. И вместе, собственно, наши взгляды не пересекутся в плане того, что... Может быть, все дело в опыте. Вы просто еще не так много пожили, не такой опытный. Знаете, когда встречается человек с деньгами и человек с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами уходит с опытом. Так сказал Аристотель. А вы не соглашаете... Можете не соглашаться с Аристотелем, он это сказал уже давно. Ну. Может быть, Аристотелю было и виднее. Вот вы ко мне пришли с деньгами, но я оказался с опытом. И вы в какой-то момент побоялись остаться без своих денег. Но вы получили от меня опыт бесплатно. В следующий раз, когда вы придете ко мне с деньгами, вы останетесь без денег, но останетесь с опытом. Приходите, берите больше денег, приходите. Я гарантирую вам очень хороший опыт. Хорошо. В таком случае, спасибо вам за конструктивный диалог. Всего вам тогда доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Вы уже можете положить трубку. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok